Благослови, Душа моя Господа, Благослови, и сей Господи. Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, и сятое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о надежде. На обратном полюсе надежды лежит отчаяние. Отчаяние знакомо практически каждому человеку. Может быть, какие-то мгновения жизни человек проходил через состояние отчаяния. Отчаяние – это состояние безнадежности, когда человек не видит выхода из ситуации, когда для человека перекрыты все без исключения возможные варианты какого-то благополучного разрешения событий или какой-либо ситуации. Кажется, что отчаяние рационально. То есть человек через рассудок понимает, что выхода нет. То есть он не видит этих путей. Он не видит этих путей. И при этом, как оказывается, по сути, на самом деле, оно крайне иррационально – отчаяние. Вот переведем такой пример, о котором говорил преподобный поиск Святогорец. Один монах на Афоне около 90 лет заболел раком и покончил с самоубийством, выбросившись с высоты. С точки зрения нас с вами, это очень иррационально. Потому что мы знаем, что, возможно, если ему было за 90, жить оставалось и так немного. Во-вторых, как известно, у 90-летних рак настолько медленно распространяется, что человек может умереть много раз от различных других недуков и болезней, но не от рака. Но человек впал в отчаяние. Потому что его рассудок нарисовал ему путь тупиковый, безнадежный. И вот как оказывается, и мы сами убеждались на своем опыте, что какие-то безнадежные, отчаянные ситуации, которые случались в нашей жизни, когда проходил определенный период времени, мы успокаивались, и наша жизнь входила в какое-то свое русло спокойное, и оборачивались назад, то нам было удивительно, как мы могли в той ситуации отчаиваться. Оказывается, все как-то по-другому разрешается. Было множество выходов из ситуации. Конечно же, на этой болезненном состоянии души человека играет и дьявол. Конечно, состояние безнадежности, кто-то может это депрессией назвать, лежит в плоскости человеческой души, человеческой психологии. Но дьявол здесь очень сильную проводит работу, потому что для него нет большей радости, если можно так сказать, чем довести человека до отчаяния, а следствие отчаяния – это самоубийство чаще всего. И как интересно, что святые отцы в один голос, без исключения, относят отчаяние к самой худшей страсти, к самому худшему греху. И вот в контексте этого интересный пример, который приводится в Патерике, о котором говорит схиегумен Иоанн Алексей Валаамский, это человек 100-летней давности, который жил на Валааме, потом в Финляндии. В этом контексте эта история становится понятна. Когда один монах пошел на реку, древний монах, и увидел, что женщина стирает белье. И он согрешил с ней, впал в блуд. И когда он стал возвращаться в свою пустыню, то он сказал себе, «Я не согрешил и спокойно пошел в пустыню». Как пишет схиегумен, этот человек был оправдан за свое рассуждение. Вот если не понимать всего ужаса отчаяния и его последствий, то эта история покажется абсурдной. Человек совершил тищайший грех. Но его рассуждение было в том, что если бы он, а он по всей видимости чувствовал, что он находился на грани отчаяния, принял бы помысл отчаяния, безнадежный помысл, то его душа бы погибла через отчаяние. Но через этот помысл рассуждения, возможно, что он совершит и покаяние впоследствии, и как-то по-другому, и как-то прольет свои слезы, раскаяние в своем грехе. Но в тот момент он именно поступил так. И он был Богом оправдан за свое рассуждение, говорит Патерик. Очень интересно, братья и сестры, потому что мы, православные христиане, не относимся к отчаянию со всей серьезностью. Мне кажется, что многие из нас относятся к этому чуть ли не как к норме христианского поведения. То есть мы не придаем значения, что отчаяние может быть хуже самых-самых смертных грехов. Мы как-то это не воспринимаем. Мы не бежим от отчаяния. А в чем тяжесть отчаяния? В том, что оно исключает Бога из нашей жизни. Абсолютно. Абсолютно. То есть если был бы Бог, была бы надежда. Была бы хотя бы слабый луч надежды. Но Бога в этом случае вообще нет. То есть это состояние такого как бы внутреннего безбожия. В общем, активного безбожия, не пассивного. И отчаяние, оно очень тесно связано с гордостью. Оно очень тесно связано с гордостью, потому что человек сам рисует для себя путь, который приводит к тупику, мысленно как-то, внутренне. Но человек не дает возможности Богу проложить для него другой путь, который выдает его к свету. Он не дает такой возможности. Он на себя полагается. А что такое человеческие силы и человеческие возможности? В Австрии жил интересный человек, психиатр, философ. Он прожил очень долгую жизнь, 95 лет где-то. Можно сказать, весь 20-й век был его. И так как он был этнически еврей, то он попал во время мировой войны в лагерь немецкий, который находился на территории Чехии. В этом лагере не было газовых камер. И каждый день поезд увозил заключенных в газовые камеры в другой лагерь. его внесли в списки, что на утро его должны были везти в газовую камеру. И он оказался на грани смерти, конца своей жизни. Он был достаточно молодой человек. И он говорит, что ему оставалось или броситься на заграждение лагеря, которые были потоком, и покончить жизнь самоубийством. Ну или принять ситуацию, как она есть. Он попрощался со своими родителями, которые были в лагере, с женой. И пришло такое состояние, что его сердце исполнилось миру и покоя, несмотря на предстоящую смерть. Потому что его сердце обрела свой дом надежды. Он сказал сам себе, почему я решил, что именно случится так, как рисуют мне вот эти сложившиеся обстоятельства. Почему и на ситуации так сложится? А может, она сложится по-другому. Я сейчас живой, и завтра еще не наступило. И, возможно, все сложится абсолютно по-другому. И жизнь моя сложится по-другому. И он так спокойно стал смотреть на свою жизнь, что будет дальше, как сложатся обстоятельства. что так случилось, что на следующий день этот поезд не пришел. Он остался жив. Причина до сих пор неизвестна, по какой причине этот поезд не пришел и не забрал этих заключенных, которые были приговорены к смерти. Но, что удивительно, такое событие, что заключенные не были отправлены в газовую камеру, случилось один раз. Именно этот раз за всю историю существования этого лагеря. Впоследствии он развил свое учение философское, такое психиатрическое, оно называется логотерапия. Но дело не в этом. Мы видим, что надежда это не просто бесплодное успокаивание какой-то себя. Надежда, она обладает некой силой. Оно обладает положительной динамикой. И человек ничего не теряет, когда надеется. Вот абсолютно ничего не теряет. Ведь чаще всего события разрешаются наилучшим образом. Чаще всего. Достаточно редко случается все плохо. Вот получает человек, ходит к врачу человек, ему говорят, слушайте, а вам бы нужно сходить к онкологу провериться. Как это часто случается? Человек начинает рвать на себе волосы, впадать в отчаяние, он рисует себе самые страшные картины, он представляет, как без него останутся дети, его жизнь не закончена, книга не написана, и то, и то, и то. А потом через страдания он идет к врачу и узнает, что все у него нормально. Ведь множество раз приходилось видеть таких людей, которые брали благословение, там, рыдали, отчаивались, плакали, потом приходили и говорили, а да, все нормально. В основном, в 90% случаев ситуация складывается наилучшим образом. Но человек так устроен, что он, вернее, так не устроен, но через какой-то негативный опыт своей жизни он находит повод всегда для отчаяния. А что говорить, если у нас останется, мы будем твердо знать, что 95% развития ситуации против нас говорит, и останется у нас какие-то 5 ничтожных процентов положительного исхода. Многие ли из нас скажут, да у меня целых 5% хорошего исхода моей жизни, все будет нормально? Таких людей единицы. Таких людей единицы. И что интересно, что людям неверующим гораздо тяжелее стяжать надежду в своем сердце, на что-то надеяться. И при этом многие из них откуда-то берут какие-то внутренние резервы свои, какие-то силы свои и с каким-то таким здоровым оптимизмом, с надеждой смотрят в будущее. При этом для нас, христиан, надеяться гораздо легче. потому что апостол Павел сказал, что надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась на нас Духом Святым, данным нам. То есть Бог является основанием для нашей надежды. Нам гораздо легче надеяться на лучший исход. Лучший исход – это не значит, что человек идет в больницу и у него не обнаружат рак. Лучший исход – это не значит, что случилось какое-то очень серьезное событие, и оно уже случилось. Это не значит, что все отмотается назад и станет хорошо. Но лучший исход – это то, что из какой-то трудной ситуации, из ситуации, в которой можно отчаяться, человек знает, что с помощью Божией может извлечь для себя богатство в прямом смысле этого слова. Приходилось видеть людей, их очень мало, которые говорили, что они благодарны Богу, допустим, что у них смертельная болезнь. Потому что они из своей смертельной болезни извлекли богатство. Они, допустим, пришли к Богу, они поменяли свою жизнь, они именно поменяли жизнь, не просто они от чего-то отказались и все, они обрели нечто большее в своем сердце, в своей жизни, они наполнили свою жизнь. И интересно, что таким людям может быть, даже если сказали бы, а хочешь стать здоровым и вернуть все назад, они бы сказали, наверное, нет. Но их очень мало таких людей, очень мало. Это эти люди настоящие христиане. И нам важно научиться действительно смотреть таких людей не просто как на неких героев, отстраненных от нас, а именно на пример для подражания. Все знают библейскую историю принесения в жертву сына Авраама Исаака. Как он ведет сына на гору, заносит над ним нож, и Господь удерживает его руку. Как мы воспринимаем чаще всего, зная эту историю? Что это такое твердое послушание Богу, вплоть до того, что убить своего сына и принести в жертву. Мы так чаще всего воспринимаем. Но апостол Павел открывает нам даже душу Авраама в момент совершения этого жертвоприношения. Апостол Павел говорит, что Авраам сверхнадежды поверил Богу с надеждой. То есть по-человечески, когда ситуация была абсолютно рационально безнадежная, его сердце было исполнено надеждой на что? Как говорит апостол, что Бог силен из мертвых воскресить его сына. Вот в каком состоянии души находился Авраам, принося в жертву своего сына. Что Бог из мертвых силен воскресить его сына. То есть это состояние было позитивное, положительное, активное, полного доверия Богу. Доверие именно какому Богу? Не судие в тот момент, а именно любящему Богу. И вот мы, братья и сестры, христиане, имеем твердое основание для надежды, потому что Бог любящий и Он всегда рад войти в нашу жизнь. Нужно только Его призвать. Благослови, Души моя Господа, ведь я внутренне мое имя Святой Его, Благослови, 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 Господи.